всех приветствую на своем канале android и сегодня на обзоре 5-дюймовый очень популярный смартфон от xiaomi redmi 3 это уменьшенная чуть более слабая версия xiaomi redmi note 3 который я совсем недавно тестировал вот его обзор на моем канале redmi 3 это продолжение линейки компактных бюджетников xiaomi начавшиеся с модели red race или хонби как его называли в китае он был на 4 ядерном медиатеке имел приличный 4,7 дюймовый экран и android с надстройками от xiaomi который называется miui имеющий море возможностей настроек кстати это выражает некоторые стремления xiaomi быть как apple попытка сделать систему не как у всех здесь убрано общее меню приложений довольно часто встречаются упоминания xiaomi как китайский apple в том числе и благодаря инновациям и качеству красный рис тогда получился отличным смартфоном для своей цены и собрал большое комьюнити и был очень популярен потом были redmi 1s с отличной камерой redmi 2 на qualcomm snapdragon 400 и вот в конце 15 года появился redmi 3 здесь уже 5-дюймовый экран hd качество по-прежнему металлический корпус аккумулятор на целых 4000 миллиампер час восьмиядерный snapdragon 616 инфракрасный порт для управления домашней техникой конкуренты я уверен были в трауре довольно долго и пока никто не переплюнул такой набор характеристик при цене в 120 долларов правда в россию он уже продается заметно дороже но ажиотаж уже начал спадать и можно купить его за 120 долларов с кэшбэком если не знаете как спросите меня в вк вот группа ссылочка внизу в описании также эта ссылка есть в описании к каналу также выпускается версия про все отличия про версии заключены в наличии дактилоскопического датчика довольно быстрого такого же как в редми ноут 3 и 3 гигабайта оперативной памяти что заметно сказывается на производительность на незакрытие фоновых программ к примеру и 32 гигабайта встроенной памяти в отличие от 16 в стандартной версии естественно в обоих версиях можно установить и карту памяти правда устанавливается она в комбинированный порт это один из недочетов в этой модели либо две сим-карты одна на на другая микро либо одна карта памяти одна симка других отличий практически с про версии нет единственное что можно купить золотую версию без рисунка это только в про версии в остальном они идентичны посмотрим комплект поставки и упаковку она не такая как обычно мы привыкли видеть у сяоми бурый картон здесь привычная яркая достаточно полиграфия коробочка также прочная но уже не экологический картон а полноценная полиграфия довольно презентабельно можно запросто подарить с удовольствием в комплекте инструкция гарантийный талон зарядное устройство на 2 ампера качественные естественно без поддержки правда быстрые зарядки хотя сам процессор технология qualcomm поддерживает заряжается этой стандартной зарядкой 2 амперный два с половиной часа смартфон гарнитуры в комплекте опять же нет хотя xiaomi производит огромное количество наушников среди есть которых неплохие дешевые могли бы приложить так внешний обзор моноблок размером 140 миллиметров на 70 на 8 с половиной толщиной весит 144 грамма корпусу смартфона неразборные вставки вверх и низ это пластик остальная деталь центральная металлическая есть два микрофона сверху снизу гнезда для гарнитуры инфракрасный порт порт micro sd сзади камера которая кстати почти не выступает вспышка на эту металлическую деталь нанесен рисунок графический что-то вроде текстуры сетки по бокам кнопки включения и регулировки громкости мультимедийный динамик с выступом чтобы не глох когда положите на плоскую поверхность рамки не самые узкие спереди закаленное стекло под ним датчики приближения освещение камера фронтальная разговорный динамик снизу кнопки без подсветки но есть светодиод событий пропущенных его цвет и реакцию можно настраивать прямо в меню в про версии есть как я уже говорил возможность купить золотой вариант золотистый без этого рисунка собрано все идеально рекомендую наклеить кстати защитное закаленное стекло и чехол в виде бампера также как обычно рекомендую чтобы смартфон при падении не разлетелся у вас к чертям собачьим характеристики производительность гораздо ниже чем xiaomi redmi note 3 не говоря уже о про версии сяоми redmi note 3 pro где 650 qualcomm по тестам в 3d например ниже в 4 в 5 раз по производительности самого процессора в полтора раза ниже чем версии ноут которые дело в том что там в топовых установлена медиатек x10 helio x10 и snapdragon 650 здесь же восьмиядерный 615 снапдрэгон это 4 ядра cortex 53 по 1 и 2 гигагерца и 4 ядра по полтора гигагерца cortex 53 штука довольно устаревшая и довольно горячего то для середины уже практически шестнадцатого года графику обрабатывает adreno 405 это довольно невысокой производительности видео ускоритель выдающий всего 59 гигафлопс производительности это в два раза круче чем у redmi 2 почти все игры идут хорошо но запаса нет особенно на фоне xiaomi redmi note 3 и professional redmi 3 ноут по близкой цене они однако производительность там вызывают по сравнению с этим улыбку 3000 против 17000 в разделе 3d теста antutu например с redmi note 3 по сравнению оперативки 2 гигабайта маловато приложение на фоне частенько закрываются встроенная память 16 гигабайт но доступно пользователю всего лишь 11 есть слот для карты памяти до ста двадцати восьми гигабайт камеры основная 13 мегапикселей вроде как фазовый автофокус он действительно очень быстрый четкий светосила здесь 205 линз видео пишет 1080p фронтальные камеры 5 мегапикселей api tour 2.2 без автофокуса но правда с кучей различных эффектов камера здесь не очень навороченная но достойно вполне вполне отдельный ролик про камеру будет аккумулятор 4100 несъемный емкость его очень впечатляет и достаточно на два дня даже довольно активного использования 4g 3g и так далее вай-фай здесь bgn стандарт поддерживается bluetooth 4.1 есть инфракрасный порт он однонаправленный то есть необучаемый только вы можете настроить через приложение управлять техникой в принципе управлять можно почти любой техникой кондиционерами и телевизорами и всем остальным gps глонас бейдоу поддерживается и прекрасно работает сим-карты как я уже говорил один одна карточка на на вторая микро все они в лотке устанавливаются одновременно но симку можно поставить только вместо на на карточке частоты 3g cdma поддерживаются и 4g частоты я вам сейчас покажу операционной системы используется miui 7.2 на данный момент уже обновлена впоследствии скорее всего будет обновлено до шестого андроида miui будет следующей версии сейчас же 5.1 android экран использован ips с разрешением 1280 на 720p ppi составляет 294 почти что ретина яркость довольно высока в некоторых обзорах я встречал мнение что она выше чем у всех конкурентов на солнце действительно экран вполне можно разглядеть хотя в моей версии прошивки яркость была не самая большая из тех что я видел среди конкурентов есть режим работы в перчатках олеофобное покрытие стекла на троечку оно присутствует капли катается прекрасно отпечатки пальцев правда собираются но и удаляются в один мах если олеофобность хорошая то обычно не остается следов у капли как видите капелька следов совершенно не оставляет 10 точек касания multitouch минимальная яркость также очень впечатляет довольно низкая и не ослепляет ночью если неожиданно включите смартфон или попытаетесь выключить будильник в полной темноте и так по производительности смартфон впечатление произвел довольно крепкого середнячка все игрушки идут все приложения запускается оболочка нифига не тормозит все летает однако запаса в играх по производительности нет и смартфон на данный момент как-то не выглядит прям сногсшибательно мощным тест батарейки показал отличный результат просто потрясающий все покупатели должны проголосовать рублем за такие батарейки чтобы больше никто не выпускал ничего что работает до обеда и сразу требует зарядки проработав полдня камера про камеру смотрите отдельный ролик но для тех кому лениво сразу скажу камера офигительная здесь и про и вспышка работает качественно двухтональная и в полумраке снимает очень неплохо автоматика отрабатывает на отлично практически даже для селфи передняя камера 5 мегапикселя фотографирует очень неплохо для такой ценовой категории видео воспроизводит запросто full hd любой звук в наушниках не по-китайски достаточно качественный громкость динамиков самого смартфона не хуже топовых вполне ничего не дребезжит достаточно все прикольно звучало игры я сделал отдельный ролик с запуском игр он уже на канале можете скорее всего сейчас уже посмотреть его по ссылке перейти либо на канале поискать либо внизу оставлю ссылку либо пишите в комментариях спрашивайте резюмируя скажу что все идет прекрасно кроме real racing 3 пожалуй и нова 3 эти слегка игрушки подтормаживают ну проверил я игр наверное 12 все остальное летает почти что все на максимум например танки асфальт 8 неожиданно идут на максималке итоги под видео при цене 140 160 долларов это хороший выбор хотя уже вот видим что дешевле появились варианты особенно хорош вариант для девушки или взрослых дядек кто не играет в тяжелые игрушки и хочет офигенной автономности и компактности так как 5 дюймов сейчас не так уж много смартфонов качественных выпускается а тем более с 5 дюймовым экраном с такой батарейкой практически конкурентов здесь нет вот в любом другом случае если вас устраивает размер побольше или вы хотите поиграть иногда вам лучше приобрести конечно за почти такую же цену xiaomi redmi note 3 а еще лучше redmi note 3 pro правда он сейчас пока еще дороже особенности 3 гиговую версию брать по обещанной цене вот этот смартфончик который обещают к осени 100 долларов он будет брать вообще можно запросто так как это вообще лучший вариант смартфона за 100 долларов я считаю ничего близко даже не подкралась к такому качеству и это скорее все будет дешевле на тот момент решение всех конкурентов аналогичных главные конкуренты у него сейчас на данный момент это тот же от xiaomi mi 4s то есть мисс не 4c это пластмассовый флагман еще буквально недавно на 808 qualcomm snapdragon 5-дюймовый тоже я естественно рассматриваю как компактные варианты ими 4 просто без букв тоже бывший флагман который еще буквально год назад стоил 340 баксов сейчас можно купить за 150 и он впечатляющей производительность имеет у него офигенная камера металлический корпус и все дела правда батарейка похоже и карты памяти тоже нет не тоже нет а простыни если не пугают конкуренты покрупнее то это редми ноут 3 редми ноут 3 pro meizu всякие asus zenfone и lenovo zte я в принципе поискал ничего близкого либо батарейка гораздо меньше либо камера радикально хуже либо процессор какой-то трехлетней давности не нашел конкурентов действительно впечатляющие смартфончик конкуренты все сливают есть еще acutell например p6000 вот но все-таки это пока еще не бренда подвал который неизвестно сколько проработает как быстро у него вдруг отклеится экран вздуется батарейкой где вы потом будете искать на него через год запчасти когда эта фирма однодневка вдруг исчезнет из китая и так к минусам можно все-таки отнести что дороговато пока еще долларов на 10 должно быть дешевле из-за того что конкуренты есть крупные лопата фон и редми ноут 3 должен стоит как минимум на треть дороже а так сейчас цена почти одинаковая слот для sim card здесь комбинированный тоже это минус слабоват в игрушках точнее не тянет некоторые буквально пару игр остальные не имеют запаса скорее всего тоже со временем начнет новые игрушки будут подтормаживать еще к минусу можно отнести прошивку которая сейчас пока еще после покупки обязательно придется перепрошивать что-то на русскую версию переходить хотя вот с новых продаж магазина присылает уже русифицированную по идее нет и на все нет дактилоскопического датчика в обычной версии в дешевой и нет пока что андроида голову какого-нибудь ценоген мода и 6 андроида к сожалению нету еще хотя на многие модели уже вышли вышла версия android 6.0 плюсы убойная огромная емкость аккумулятора корпус качественный металлический и размер небольшой отличная камера инфракрасный порт все в принципе ссылочка если приобрести смартфон надумаете пишите в комментариях или смотрите ссылку в описании к этому видео можете подписаться поставить лайк или написать ваш комментарий ваше мнение по поводу смартфона этого или каких-то других его конкурентов групп вконтакте если интересно могу помочь получить скидку при покупке ссылочка как всегда тоже в описании канала или под видео в описании всем удачи всем пока